В Челябинске полиция проводит проверку по резонансному случаю. В супермаркете охранники избили инвалида, заподозрив его в краже товара. Как все происходило, потерпевшему удалось случайно записать на свой мобильный телефон. С подробностями Сергей Цуцкин. Невообразимая жестокость. На этих кадрах охранники продовольственного магазина вчетвером избивают 41-летнего инвалида. За то, что он, как им показалось, украл кассеты для бритвенного станка. Елизар Худымов говорит, он действительно собирался купить в магазине лезвие. Понял, что не хватит денег и вернул товар на полку. Но охранники потребовали вывернуть карманы прямо в торговом зале. А когда мужчина, потребовав в ответ вызвать полицию, решили проучить слишком умного покупателя. Слишком умный, начали заворачивать мне руку правую, лево я держал телефон, записывал. В этот момент один другому охранник говорит, что давай его, раз он такой умный, уведем его к себе туда. И он у нас узнает, как умничать. Елизар смог включить видеозапись на телефоне. Сначала видно, как его ведут по коридорам. Потом, когда люди заходят в небольшую комнату, на него сразу обрушивается град ударов руками и ногами. Поломленной рукой они меня заводят в подсобку, там их встречают еще два человека. Итого их было то ли трое, то ли четверо. Заводят, где нет видеокамер, и сразу же первый удар с ноги в грудь. Я отлетаю от неожиданности. Сзади стояло большое зеркало. Своим туловищем я его разбиваю, это зеркало. Потом я уже начинаю отключаться, терять сознание. То есть у меня начинает из носа кровь идти. Избиение продолжалось несколько минут, которые Елизару показались вечностью. Охранники даже не спрашивали про якобы украденный товар. Просто методично били уже лежащего на полу человека. А когда он потерял сознание, проверили содержимое сумки. Затем они привели его в чувство и выбросили на улицу через служебный вход. И даже в тот момент, похоже, ничуть не сожалели о том, что сделали. Когда они меня выводили уже под руки, будешь знать в следующий раз, как умничать. Вот такие у них слова были. И все, с этими словами вышивнули меня за дверь. Сотрудниками УМВД России по городу Челябинску проводится проверка по факту заявления инвалида о применении к нему насилия со стороны охранников супермаркета и хищения у него денежных средств. Все участники данного инцидента установлены. Мы попытались получить комментарии в магазине, где все произошло. Охранники при виде телевизионной камеры предпочли скрыться в служебных помещениях. Не убегайте, пожалуйста. А в подсобку, где избивали человека, сотрудники магазина нашу съемочную группу пускать отказались. Здравствуйте. Здравствуйте. Не можем вас пропустить? Это служебное помещение? Да, да, да. Уточняйте информацию на курчатах ССБ. У нас она не служба безопасности, она называется служба предотвращения потерь. Наши сотрудники однозначно не имеют права не вступать ни в какой, ни физический контакт. Их задача в случае какого-то инцидента вызывать либо проходители органов, скорее всего, так и происходит, и уже решать вопрос именно в правом каком-то поле. Руководство магазина заявляет, что об этом инциденте сами узнали из СМИ. И сейчас ищут записи с камер видеонаблюдения. У Елизара вторая степень инвалидности. Полгода назад из-за туберкулеза удалили легкое и четыре ребра. И сейчас в Челябинске он проходит длительный курс реабилитации. После этого избиения, похоже, придется обследовать еще и почки. Видеоизбиение сейчас изучают в полиции, в прокуратуре и в следственном комитете. Пытаются установить всех причастных к избиению. Были это сотрудники магазина, либо все-таки поспешившие им на помощь представители одного из частных охранных предприятий. Сергей Цуцкин, Максим Трубников, Елена Каркина, Андрей Ткач, Первый канал, Челябинск.